Ребята, всех с началом зимы. Вы на канале парни из камня. Давайте же посмотрим заставочку и будем учиться правильно монтировать гипсокартон. Сегодня мы будем делать угловую перегородку. Конечно, название, скажем так, обобщайся, потому что делать, слушай, мы будем там, между этими двумя комнатами, так, чтобы вот эта комната не была смежной. То есть мы построим сначала вот эту перегородку с внутренним углом 90 градусов, а потом пристроим маленькую часть, где у нас будет дверь, уже с внешним углом 90 градусов. Плюс у нас, как вы помните, кто смотрел выпуск про вот эту перегородку, верхняя направляющая подвесная, поэтому, в принципе, будет довольно интересно тут с разметки повозиться, плюс несколько нюансов по монтажу. Все, давайте перейдем к разметке. Начнем мы с большой перегородочки, так называемой, и с внутреннего угла. Естественно, нам потребуется угольник, желательно большой, но не всегда он есть под рукой. Поэтому мы также приспособим к правилу, которая станет продолжением нашего угольника. Вот. Здесь я отметил нужную нам точку, где у нас будет стоять профиль, то есть под заднюю стенку у нас будет становиться склянь перегородка, чтобы, в общем-то, дверь тыкала стену. У нас тут видно, да, точку? Ну вот. Прикладываем правила по этой точке. А с другой стороны угольник. Давай, ты наклонил. Видите, как бы? Есть зазор, видно что? Угу. Теперь нам надо правила подвинуть так, чтобы зазор исчез. Я двигаю. Все. Воткнулось. Четко. Теперь нам надо зафиксировать правила и прочертить максимально, насколько это возможно. Потому что перегородка у нас относительно к линии. Вот. Еще раз, после того, как прочертили, приложите угольник, у вас должен быть ровный угол. Все. Убираем. Эта линия станет линией под заднюю часть пятерочного направляющего профиля. Это элементарно. Сразу я предлагаю нарисовать линию и под внешний угол, то есть под вторую, перегородку. За это нам опять потребуется правила. Прикладываем. Видно точка? Это у нас задняя часть пятерочного профиля. Это перегородка, где будет стоять дверь. Ставим правила на эту отметку. И в этой части у нас тоже должен получиться прямой угол. Но так, чтобы эта отметка от правила не ушла. То есть я двигаю правила так, чтобы здесь не ушла точка, а здесь был прямой угол. То есть двигаем, проверяемся, двигаем еще чуть-чуть, точка не уходит, двигаем. Все. Здесь у нас стоит на нужной нам отметке, а здесь у нас точно прямой угол. Все, фиксируем, прочерчиваем. Итак, мы имеем нужный нам контур с двумя прямыми углами под заднюю часть профиля. То есть профиль мы пускаем по этой стороне. А теперь делаем направляющие вот вплоть до этой точки. И также переносим отметку на стену и тоже прикручиваем направляющую. Отметку можно сделать на стене уже как лазерным уровнем, так и обычным уровнем. Но это не точно. Нам повезло, и у нас тут идет профиль. Вот. Если профиля нет, и выкрутите в голый гипсокартон, напоминаю способ елочка. То есть сначала прямо пробиваете профиль, изменяете угол, закрутили. И рядом в два ряда крутим второй, изменение угол, закрутили. Так ваш профиль будет держаться даже на голом гипсокартоне. Видел чудеса техники? Но такого! А теперь нам предстоит, в общем-то, полотерский номер. Нам надо будет вставить верхнюю направляющую сверху на боковую. Здесь-то у нас нету, получается, опоры. Поэтому Артем поможет мне подставить внизу стойку. И мы оденем еще и на стойку. При этом сразу приготовьте, в общем-то, просекатель для профиля. Давайте, будете смотреть, как я делаю. Вы все поймете. Одеваем. Сверху поднимаю, оттуда заводит. В угол нашу стойку. И я ее аккуратненько одеваю. Вот. Все. Она сейчас стоит, в принципе, но это, в общем-то, конструкция ненадежная. Поэтому мы ее потихоньку будем крепить. Артем внизу придерживаю. А я, пока, зацепил вот этот вот направляющий профилек. Так как он у нас не будет участвовать в выставлении в конструкции. А потом будет, в общем-то, кое-что я делаю. Профиль у нас за потолком. Поэтому, возможно, даже сделать чуть подальше туда. Так иногда бывает здесь. Но не суть важна. Теперь, какие здесь. Внизу у нас есть разметка, поэтому мы переходим вниз и цепляем профиль там. Теперь я просто ввезу, выставляю по уже отметкам, которые у нас расчерчены. И цепляю без страха и укрепка. Раз. Завели. Два. Там этот профиль надо выставить вертикально с боковой стороны и так же степлером зафиксировать. Мы будем использовать слазер. Мы его поставили внизу, посередине профиля, где он зафиксирован уже, то есть выставлен. И теперь нам надо просто с этой стороны поставить так, чтобы отметка проходила точно посередине. Вы это не видите, но это так и не. И теперь я его спокойно фиксирую при помощи, опять же, просекания. С одной стороны и с другой. Все. Теперь нам надо этот угол зафиксировать. Сделаем это при помощи костыля. А это жестко. Итак, я вставил наш костыль к потолку. Можно закрепить сначала к профилю, а потом к потолку. Или сначала к потолку, потом к профилю. Учитывая, что я буду выставлять еще по угольнику, мне удобнее сначала закрепить к потолку. В костыле я сразу сделал отметки, потому что у нас саморез по дереву, драмка. А сами они, как говорится, очень тяжело пойдут, если без отверстия. Аккуратно притягиваем. Конечно же, лучше всего крепить двумя. Так, костыль стоит хорошо. Теперь берем угольник. Вот. И с этой стороны проверяем наш угол. Выставляем, если надо, по угольнику. Оп. Все. У нас внутренний угол есть. Теперь саморезность при шайбе фиксируем профиль в костыль. Сначала загрузите один саморез и проверьте, чтобы угол не ушел. Закрепили. Теперь проверяем, чтобы у нас угол был. Все в порядке. И можно спокойно угонять вторую мантажку. Это тоже обязательно. Так костыль не будет, в общем-то, ходить ходуном. Контур у нас готов. Теперь надо ставить все стоечные профили 50 на 50. Сделать это можно, как вы помните, через 60 см стандартный каркас или усиленно через 40. Мы будем вставлять через 40, так как у нас небольшое расстояние, чем сильнее будет стеночка, в общем-то, тем лучше. Вот. У нас потом еще будет шумоизоляция, ее придется в этом случае через 40, когда вставляем нарезать. Ну, как бы, в общем-то, не без изъянов. Такой способ установки. Профиля все ставятся вертикально. С обеих сторон они должны быть под прямым углом бортики. И все это степлерите. Обязательно проверяйте. Но проверяйте. Потому что, если вы степлерите, потом будет, в общем-то, демонтировать довольно сложно. А все это, потому что мы не раз это уже делали, я сделал как бы в ускоренном режиме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Насчет подшипки мы говорили уже много раз. Саморезы шаг 15-20 см. Прокручиваем все профили. В общем-то, ничего не пропускаем. Листы и стыки в разбежку. Везде на стыках между листами ставим перемычки. Можно из профиля 60 на 27. Мы предпочитаем так. Можно из этой же системы профиль для перегородок. Единственный нюанс в таких маленьких закутках всегда, прежде всего, первым делом, тем более, если вы работаете с минеральной ватой или шумоизоляцией, зашиваете тот закуток, который находится в замком пространстве, чтобы не дышать всем тем, что вы будете потом вставлять. А теперь, в общем-то, на самом деле ничего сложного. Мы прокручиваем эту сторону, вставляем шумоизоляцию. У нас есть специальный выпуск. Закручиваем листы в разбежку вертикально-горизонтально со второй стороны. А потом у нас остается вот этот промежуток с внешним прямым углом. У нас тут будет дверь. В общем-то, показывать этого нет никакого смысла, потому что мы уже дважды показывали, как монтировать, в общем-то, в перегородке и устраивать дверной проем. Поэтому мы потихоньку все зашиваем. И чтобы не отнимать ваше время, просто попрощаемся. С вами были парни из камня. Делайте своими руками, делайте хорошо. Всем пока! Ребят, всех с началом зимы. Холодно, но ремонт в квартирах все равно продолжается. С вами парни из камня. И давайте же посмотрим... Блин, да что я такое говорю? Угловая. Черт, сделаем угловую, переберутку. Черт? Угловая. Прямо сверху одеваю. Беру второй профиль. А то мне, по-моему, можно его вниз загнать. Оп! И одеваю сюда. Так, теперь наши действия какие? Клеим. Как же? Вот так. Ну, надо как вбок, я вот поставил, и меня не видно. Потому что ее поставил точно, бля, по перегарке. Она даже откуда-то сбоку, Артем, снимает, скорее, у нас. Вот так, да. Или скорее где ты сидишь, и готов. И стерля приготовь мне сюда сразу. А я вот тут стопила, и тут... Далее... Снимал. Вот, пристеп. Не хочешь одеть термобелье? Да ладно, я в чем-то чё наху. Был холод собачий. Продолжение следует...